здравствуйте меня зовут анастасия вы смотрите канал своя закваска друзья сегодня я хочу вас познакомить с отличным цветоводом зовут ее светлана она ведет канал на ю тубе который называется светлана цветы живет она в республике алтай выращивает потрясающие фуксии пеларгонии колиусы петуний и как вы уже поняли бегонии и сегодня я вам предлагаю полюбоваться на ее бегонии солении солении это кустовые вегетативные махровые бегонии и первый вопрос который сразу у вас может возникнуть где можно купить этих красоток я этой осенью сделала заказ в агрофирме виола пока там эти позиции не распроданы но я ни в коем случае не рекламирую в прошлом году из заказанных там черенков прижились только крупные маточники которые они иногда присылают по цене черенка поэтому если есть возможность приобрести черенки в вашем регионе то воспользуйтесь лучше вторым вариантом а теперь расскажу вам о том как светлана выращивает свои бегонии первый и самый наверное интересующий всех вопрос это состав грунта и так у светланы состав грунта был следующий агробалт пять частей земля из леса три части мог сфагнум или лесной две части садовая земля одна часть перлит одна часть но перлит она добавляла не везде на мой взгляд очень хорошо составлен грунт и как видите он никак не минерализирован что очень важно при выращивании бегоний второй по популярности вопрос это какой объем грунта давать на одно растение вот здесь на видео соленья светланы высажена в разные объемы кашпо 25 18 и 12 литров на 25 литров светлана высадила 5 черенков на 18 литров 3 черенка на 12 3 черенка но она делает поправку что если бы она дала на каждый черенок не более 3 литров то зацвели бы кустики раньше но сами кусты были бы покомпактнее если давать все-таки больший объем то есть в районе пяти шести литров то тогда кусты будут богаче но бегония зацветает попозже я тоже заметила такую особенность бегония начинает свистеть только когда корни упираются в край горшка это видно даже в рассадный период когда бегония сидит в литровом горшочке как только ее корешочки достигают края горшка она сразу начинает пускать бутоны как только ее пересадишь в большой объем сразу цветение сходит на нет и пока корешки не достигнут края горшка она не набирает бутоны третий пункт это подкормки светлана за весь сезон подкормила свои бегонии всего два раза но правда монофосфатом калия я вам много раз говорила что фосфор очень токсичен для бегоний но видимо такое небольшое количество подкормок на них сказалось только положительно разводила на так 1 чайная ложка без горки на 10 литров воды четвертый пункт это количество солнечного света мы с вами знаем что бегония нельзя выращивать на прямых солнечных лучах светлана это тоже естественно при выращивании своих солений учитывала и они у нее получали солнце до 11 12 часов дня также как и у меня пятый пункт это полив бегонии светланы стояли под открытым небом и лето у них было дождливое поэтому а полив производился один раз в два-три дня дождевой водой которую светлана собирала с крыши в бочке это еще раз говорит о том что если вы хотите красивые бегонии то нельзя их поливать по чуть-чуть по краю горшка летом они хотят пить как и все другие цветы шестой пункт это обработка от клеща светлана обрабатывала два раза за сезон препаратом оберон дозировка полтора миллилитра на 5 литров воды и я задавала вопрос светлане не поджигал ли этот препарат лепестки цветков бегонии и она сказала что нет я тоже использовала препарат оберон но у меня дозировка была 1 и 7 миллилитра на 5 литров воды и я еще добавляла туда 2 грамма тэпэки от белокрылки потому что у меня в саду она есть видимо для бегонии это был перебор потому что у меня листочки поджигались ну значит будем перенимать опыт светланы седьмой пункт это обработка от болезней светлана настоятельно рекомендует обрабатывать бегонию от прикорневых гнили она использует препарат привикор энерджи дозировка полтора миллилитра на 3 литра воды три раза за сезон светлана и опрыскивала и поливала под корень этим раствором этот препарат также стимулирует корнеобразование здесь сделаю свою пометочку думаю что регулярный полив с фитоспорином может дать эффект не хуже и он тоже кстати стимулирует наращивание корней честно я немного обомлела когда увидела красоту выращенную светланой и как вы видите нет никаких сложностей с ее выращиванием спасибо светлане за предоставленный видео материал и за то что щедро поделилась своим опытом всем большой привет сегодня сделаю обзор бегоний солений сегодня кстати 4 сентября они у меня стояли в теплице так как у нас уже в 20 числах августа уже все замерзло горная местность был снег по горам и замерзли колеусы все но бегонии у меня стояли в теплице бегония соления это специальная выведенная бегония она не комнатная то есть она для улицы устойчивая к непогоде устойчивая к мучнистой россии и к заболеваниям особо с ней проблем не заметила второй год выращиваю в прошлом году просто она у меня под заморозок попала я ее обзор не делала вегетативная бегония размножается только черенкованием семян семенные коробочки не завязывает то есть цветочек стареет и просто отпадывает сохраняя разными способами например можно взять черенок можно выкопать растение обрезать его и в дом на подоконник либо подсветку на стеллаж самое главное для нее это субстрат в котором выращивают это верховой торф я использую вот там немножко еще землю садовую добавляю чтобы быстро не пересыхала сидят у меня разный литраж здесь 25 здесь 25 18 розовая и там горшочек 12 литров 12 литров 3 черенка 18 литров 3 черенка здесь 5 черенков здесь 5 черенков теперь пробегусь по сорта первое осоление это расцветочка априкот очень она мне нравится такая она знаете игра цвета оранжево-желтая с розовинкой очень красивый потенциал вообще хороший у этих бегоний у солений видите сколько еще бутончиков и цветы держит долго бегония соления скарлетт здесь бегония соления елу желтая камера показывает что бледный цвет на вообще яркий просто так наверное освещение так падает цветочки забыла сказать что такие достаточно крупные 5 7 сантиметров диаметре очень она мне понравилась бегония это так это бегония соления шоколад оранж то есть у нее такой шоколадный листочек цветочек оранжевый попала она у меня под прямые солнечные лучи и немного подгорела здесь бегония розовая здесь скарлетт и елу кстати еще бегония соления можно размножить даже листочком только нужно будет подольше подождя подождать укоренение и прекрасно укореняется беспроблемная вообще классная если где-то есть возможность вам приобрести такую бегонию приобретайте не пожалеете очень хорошие бегония всем пока пока всем красивых цветов а на сегодня это все благодарю вас за просмотр всего самого-самого доброго а и Субтитры создавал DimaTorzok